Телефон Xiaomi Mi 3. Прежде чем буду показывать всякие кнопочки, говорить о характеристиках, о размерах экрана, хочу высказать собственное мнение. Однозначно телефон очень интересный, симпатичный, быстрый. Мне нравится прошивка MIUI. Погонял в Real Racing. Я впервые такое испытал на китайском телефоне. Обычно, даже если достаточно мощный телефон, идет достаточно плавно, все условно, потому что кому-то 60 FPS тоже мало кажется. Но все равно где-то за такие происходят. Здесь это первый телефон с процессором Snapdragon, который я тестирую. По-моему, да. И просто вообще очень плавненько. Мне очень понравилось, как работает навигация. Этот телефон поддерживает не только GPS, но и GLONASS официально. И смотрите, первый старт 7 секунд. При этом я нахожусь в помещении, в помещениях другие телефоны вообще не ловят. То есть, если я сейчас возьму другой какой-нибудь китайский телефон, дешевый особенно, в помещении он ловить не будет. Этот ловит. Плюс суперточные карты Baidu, во всяком случае крупных китайских городов. Такое ощущение, что меня с точностью до метра определяет. Я в полном восторге. Еще мне понравилась Vibra. Ну, она не то, что понравилась. Она немножко как бы удивила. Она такая мягкая-мягкая. Не раз. Ну, объяснить не могу. Приятненькая такая. Вообще, знаете, мне даже понравилась вот эта вот транспортировочная защитная пленочка. Я для того, чтобы не повредить телефон, с ней тестировал. Ну, экран, конечно, похуже выглядит, когда она наклеена. Но она такая приятненькая. Вы поняли, что телефон мне очень понравился. Мне понравилась задняя вот эта вот поверхность. Приятно такая матовая. Ну, в общем, все было классно. Но, как всегда. Но, 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 но. Этот телефон компания позиционировала как своего флагмана. На мой взгляд, флагманы должны быть вообще идеальными. А я нашел несколько моментов, которые мне не понравились. Вот о недостатках сейчас расскажу по ходу обзора. Внешний вид приятный. Материалы корпуса хорошие. Экран отличный. Диагональ 5 дюймов. Full HD разрешение. Выполнен по ОГС технологии. Углы обзора, ну, 180 градусов. Хорошо все видно на солнышке. А вот сенсорные кнопки, которые расположены под экраном, не видно, пока не нажмешь. Я считаю, это маленький недостаток. Хотя бы могли бы намекнуть, где они. Потому что, когда я сейчас тестирую много телефонов, ну, сначала как-то у меня промазал. Ладно, это придирка. Это уже вообще капец. Но все-таки могли бы сделать немножко блестящими. Над экраном разговорный динамик, камера, датчик освещенности, приближение. Ну, все как всегда. Справа кнопки. Все кнопки расположены с одной стороны. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Сверху лоток для симки. Всего одна симка нормального размера. Могли бы две сделать, как некоторые говорят. Одна симка признак топовости модели. Да ерунда, это все. Две симки надо. Китайцы стали, китайцы начали набирать популярность в свое время именно из-за того, что у них было две симки, а у людей назрела необходимость двухсимочных телефонов. Сделайте две симки, пожалуйста, Xiaomi в Mi 4. И отверстие для гарнитуры. Снизу большая решетка. Это динамик. Сзади динамика нет. И microUSB разъем. И здесь же где-то за этой решеткой спрятан микрофон, потому что, ну, во-первых, я не вижу нигде никаких отверстий. Во-вторых, специально запускал диктофон. Вот тут вот так ударял. Да, отсюда откуда-то пишет. Здесь ударял, уже тише пишет. Сзади камера 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. И везде вот такие вот Mi, Mi, для того, чтобы не забыли, каким телефоном пользуются. Здесь установлен процессор, мощный процессор, не самый последний, но все еще актуальный. Snapdragon 800, 2,3 ГГц в виде ускорителя Adreno 330. Оперативной памяти 2 ГБ, а накопитель конкретно у этого телефона 16 ГБ, но есть еще 64 ГБ версия. С помощью SD-карточки память не расширяется. Телефон весь пластиковый, под задней вот этой вот крышкой расположена на все антенны. Можно еще там, не знаю, где-то использовать. Батарея в телефоне несъемная, самостоятельно заменить нельзя. Емкостью 3050 мАч. Фильмы на 50% яркости можно смотреть чуть больше 11 часов. Вот здесь возник косяк во время тестирования. MX Player завис и отказался воспроизводить. То есть я его закрываю, заново запускаю, все равно не воспроизводят. Пришлось перезагрузить телефон, но о софтовых проблемах чуть позже. И под полной нагрузкой запущенный Epic Citadel, 100% яркость, включенный Wi-Fi, 3 часа 32 минуты проработал. Но опять же под нагрузкой очень сильно греется. Показал батарею и сразу два недостатка указал. Результаты тестов лично меня впечатляют. Antutu 36212 баллов. Это рекорд из всех телефонов, что я держал в руках. Nano Mark II выдает 60 кадров в секунду. Я думаю, выдал бы больше, если бы не было принудительного ограничения до 60 кадров. Full HD 60 кадров. Круто. Epic Citadel подкачал. Не дотянул пол кадра до 60. Как видите, телефончик очень мощный. Говорить о притормаживании оболочки, конечно же, не приходится. Телефон работает на прошивке MIUI, базирующейся на Android 4.3. Кто-то из моих зрителей сказал, что не существует официальный MIUI на русском языке. У меня на русском языке я ничего не перепрошивал. Вот как мне его дали, так и показываю. При том, что здесь кроме русского языка есть все остальные. Так что то, что нет MIUI на русском языке, это неправда. Вот он, пожалуйста. Я спросил магазин, тоже не перепрошивали. Есть здесь собственный магазин приложений. Есть утилиты различные. Большинство стандартных утилит, которые есть в Android, здесь переписаны, сделаны, по мнению многих, более удобно. Я не буду говорить удобнее, нет здесь на вкус и цвет, но вот центр безопасности мне нравится. Он предупреждает, когда какое-нибудь приложение что-нибудь там будет делать, спрашивает, разрешить, не разрешить. То есть с софтом тут проблем нет, вот именно по разнообразию он весь неплохой. Камера переписанная тоже мне понравилась. Есть это как для чайников режим, есть режим для более профессиональных людей, там больше настроек. Это все удобно. Хоть собственный маркет и есть, но позаботились о нормальных людях, которые живут не в Китае и которые любят Google Play Market. Google Play Market тоже здесь стоит. Вот эти приложения я все поставил оттуда через VPN. VPN подключил на телефоне, скачал. Есть собственное облачное хранилище. Да не буду я рассказывать про прошивку MIUI, у меня есть видеоролик небольшой про эту прошивку. Если вас интересует, можете посмотреть. Из недостатков я не нашел, как подключить этот телефон к компьютеру в виде USB накопителя. Скорее всего это сделать нельзя, когда подключаешь, вот здесь вот появляется сообщение. Можно как посмотреть только фото, там две папочки появляются, либо получить доступ ко всем файлам. Но он будет именно как медиа устройство, а не как USB накопитель, к которому я уже привык. И давайте, я обещал глюки некоторого софта показать. Давайте MX Player. То, что он там зависал, это одно. Так, сейчас подождите, я камеру посмотрю. Нет ничего тут такого запретного. А то, может, что-нибудь не то снимал в каком-нибудь магазине. Давайте посмотрим следующее. Если нажать вот эту кнопочку, и появляется воспроизведение. Я хочу нажать вот этот пункт меню. Не получается, видите? Почему-то не работает. Однако, здесь еще есть вот такие вот три точки. Если я нажимаю, и здесь нажимаю воспроизведение, то уже появляется. Я понимаю, что это косяк MX Player, но на других устройствах я ни разу с таким не сталкивался. Если есть аппаратная кнопка меню, почему вот это вот ничего не работает? Это неправильно? Ну и зависал он там. И главный недостаток, наверное, который я софтовый нашел, это игра Asphalt 8. Я очень хотел посмотреть, как же она идет именно на этом телефоне, на этом процессоре. Но игра запускается. Могу даже не вырезая его там показать, что запускается, и потом вылетает. Вылетает во время запуска просто первого уровня. То есть я ничего сделать не могу. Пытался с, как это сказать-то, с интернетом, без интернета. Никак не хочет запускаться. Давайте, раз уж уже почти загрузилось. Грузится медленно. Раз почти загрузилось, я это продемонстрирую. А то вдруг кто-нибудь не поверит и скажет, что я опять вру что-то. Начать гонку. Идет загрузка. И вот сейчас вот так вот. У меня от волнения рука, видите, затряслась. Ну, 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 давай, давай. Может загрузится, а может произойдет чудо. Иногда такое бывает. Нет, чудо не произошло. Как видите, мелкие недостатки есть даже у таких дорогих телефончиков. Возможно, я нашел не все недостатки, но я не ставил перед собой цель докопаться до всех самых мелких недостатков и обосрать этот телефон. Нет, в общем, телефон отличный. Мне нравится. К сожалению, вот эти вот мелкие вот грехи, больше всего, конечно, Асфальт 8 разочаровал, то, что он не запускается. Немножко подпортили впечатление, но все равно телефон хороший. Он уже старенький, ему, наверное, год, но это все еще актуальная популярная модель. Многие интернет-магазины начали продавать его вот совсем недавно, потому что в Китае его купить было практически нереально. Китайцы расхватывали его, как горячие пирожки. Сейчас ажиотаж немножко спал, потому что все ждут новинку, которую Xiaomi обещает очень скоро показать. А вот на старой модели, например, на этот, некоторые магазины начали скидки уже давать. Давайте посмотрим, как снимает вот эта вот камера. Честно говоря, я очень надеялся, что в таком телефоне камера вообще будет безупречная. Но нет, тоже есть агрессия. Да, что я рассказываю? Посмотрите. Вчера сообщили, что надвигается какой-то такой слабенький тайфунчик, но пока ничего нет. Светит солнышко. Тестирование камеры телефона Xiaomi Mi 3. Следующий поезд в метро прибудет через 4 минуты. Постоянно реклама идет. Не реклама, а как это, пропаганда, что не нарушайте правила в метро, а то вам будет плохо. Когда первый раз такое видишь, офигевает. Сейчас-то я уже привык. И все люди тоже, даже никто не смотрит. И это тайфун. Это так, мелкий дождик. Постоянно реклама. Постоянно реклама. Постоянно реклама. Продолжение следует...